Так, я вас приветствую, дорогие друзья И снова с вами Бляр, и у нас опять выпуск, ребят, на тему генералов Как же играть и какие применять можно стратегии Так как я в прошлых выпусках сделал именно тему про Китай генералов, да И сделал США ВВС, то есть у нас Юж и Сычина Я подумал, что полной закономерностью будет, наверное, это все-таки сделать глашника Хотя мне там написали в комментариях в прошлом видео, что большинство хочет видеть пеха Но я решил сначала сделать гла, так как более будет закономерен, да, показать Чина Юзу игла Игла, мы, наверное, начнем с гла Секретные войска Опять же немножко объясню, как лучше развиваться за стелса И знаете, вот глашник такой немножко своеобразный генерал, что тут, в принципе, развиваться нужно И в то же время атаковать Как именно, я сейчас вам объясню Тут, по крайней мере, у глашника нет выбора, да То есть строиться надо только через казарму, нет никаких реакторов Это, конечно, намного облегчает задачу Поэтому сразу строим мы казарму Что делать далее, каждому по вкусу Как лично делаю я Я беру, строю радарный фургон Или же Рабика Для того, чтобы его в центр послать и построить на руку Но на самом деле не все любят именно так играть Вы, ребята, вообще, как бы, кто смотрит эти видосы Можете что-то взять из моих видосов, что-то придумать свое Может быть, у вас получится оригинальный, лучше Я показываю именно так, как, в принципе, играю я Как больше нравится мне Вот Естественно, как у нас Заказали Рабика, заказали Радар И я дальше заказываю два суплая Не один, а именно два Я вам покажу, как лучше, как бы, распределять, да Всю эту экономику Для того, чтобы полноценно сыграть два суплая И все было хорошо Естественно, в центр лепим норочку Обычно я леплю ближе так к зданию Вот Чтобы было для нее дополнительное прикрытие Куда можно посадить, к примеру, ракетчиков, да Естественно, строим мы завод Далее, что мы делаем с казармой, как только она построилась Так как мы играем за стелса Ну, я думаю, ни для кого-нибудь секрет По-любому нужно идти в вышки Потому что стелс один из самых сильных, как бы, генералов В плане пехоти Он даже может переигрывать самого пеха За счет своей скрытности Я обычно делаю четыре воина джахида Один, естественно, на вышку Двое идут сюда По возможности можно даже всех троих туда послать И один воин джахида я веду сюда на базу Вот это Либо просто разведывать Либо если просто у нас играет Юсачина Можно беспалево захотеть электростанцию Или, по крайней мере, немножко пошатнуть нервишки Нашему сопернику Вот, достроился у нас в центре норочка Так, это сюда Этот супла сюда Сейчас Так как у нас экономика не очень крутая Да, в принципе Заказ рабиков Я обычно как делаю? В этом супла я сначала заказываю, ребят, четыре рабочих Вот И в этом супла я заказываю четыре рабочих Как эти пацаны успевают хоть что-то добыть Добыть Я сразу прибавляю плюс два Еще двоих заказываю Ну, для... Нормально Чтобы не было так, что мы в одном заказали шесть В другом два И вот этот вот Несбалансированность Неровность, как бы Ну, видите, я еще плюс в вышку, да Не успел захватывать Поэтому по четыре Там нормально По три, по четыре Рабика заказывать Как они только Добывают денег Мы заказываем еще два То есть Заглашники играем в шесть рабочих В Зарахауэр, например Там достаточно пять В контре я проверял Самый такой оптимальный вариант Это Ка добывают у нас шесть рабочих Забыл я, к сожалению, учить захват Вот, собственно Берем, как бы, мы эти вышки, да Еще главная такая Немножко я недорассказал Самым первым, ребят Перед тем, как Воин джахидов Мы заказываем Ну, вообще Наверное, в восемьдесят процентов Случаев Все делают Двух рабиков Вот таких О, не рабиков Подрывничков Возможно, они Больших увечий Никаких не принесут Но, по крайней мере Они могут заставить Вашего Соперника, да Истратить немножко денег Построить минки там Построить дополнительных Рейнджеров, да Чтобы убить этих Глашников Ну, а в лучшем случае Вы, как бы, заберете дозер И можете не дать Построить Своему оппоненту завод Вот, как бы Такие вот пироги Все, в принципе Просто очень Заглашника Как у нас застроился завод Что мы делаем за стеллса Вот Ну, стандарт Две пулеметные баги Как делаю я Вот этих ребят Мы сразу разводим По зданиям Беру я Именно вот эти вот здания По диагонали другую Находятся Беру их Потому что они Самые крепкие И у них Самая такая Хорошая позиция Да Выходная То есть Вот Поэтому я всегда Занимаю Именно эти два здания Сперва Заказываем Четырех ракетчиков Или Если у вас деньги Есть Лучше, конечно Построить норочку Пораньше Вот И из этой норочки Привезти ракетчиков Вот Так, ну Естественно Захватываем Вышечки Это Как бы Все в принципе Просто Эти ребята Возможно Найдут Своё счастье Да Этот пацан Возможно Тоже Найдёт Своё счастье Захватит Если вы захватите Реактор Своё соперника Вы начнёте Развиваться В два раза Быстрее То есть У глашника Сразу С реактором Увеличивается Скорость Ну вот В принципе Всё просто Ребят Как развиваться Загла Можно Конечно Если вам тяжело Вы новичок Чтобы не контролировать Там Сколько рабиков Когда Вы можете Пойти в один Суплай То есть Я даже Могу вам В принципе Сейчас Да Показать Как это сделать Вот Попроще Вариант Попроще Он Конечно Не такой Прям Вот Если вы будете Играть На самом деле Против скиловых Игроков Тут вариант Не покатит Если вы Играете Против Нескиловых Угроков В принципе Вы можете Так начать Я вам Сейчас Даже Всё покажу Блин Не кладится Сумышка Покажу Быстро Как всё Это делается Но С одним Суплаем Так же Я посылаю Рабика Можно Не посылать Например Такие игроки Как Кордав Он Посылает Рабика В центр Но Он Посылает Его Когда Уже Достраивает Завод То есть Бывает Проскакивает Бывает Не проскакивает Такая Тема А я Как бы Мне нравится Посылать Сразу Рабика Значит Надежно Всё Хорошо Кстати Таконорка Она Может Убивать Раш Пеха Того Же То есть Если Успе Достроиться Конечно Когда мы Играем С Одним Суплаем Всё Намного Проще Вот Сразу Посылаем Двух Ребят Можно Побольше Сделать Невидимок Так как Мы В один Суплай Играем Конечно Занимаем Сразу Вышки Ну Если Вы Играете В один Суплай Вы Просто Обязан Забрать Вышки Ибо Вам Будет Очень Плохо Потому Что Занятием Вышек Вы Сможете Сразу Липнуть Второй Суплай Как бы Тоже Хорошая Тема Если Вы Вышки Не Занимаете Значит У вас Будет Всё Плохо Вот Ну Так Вот Оно В принципе Всё Это Выглядит В быстром Варианте В один Суплай Сразу Мы Заказали Шесть Рабочих Сразу Все Норочки Везде Разбежались Этим Рабиком Не Простаиваем Сразу Можем Забежать На фланг Прикрыт То есть Чтобы Дарявые Фланги Не Были Всё Очень Просто Вот У нас Такой Разбег Опять Тут Рабик Ищет Своё Счастье Всё Предельно Понятно Вот И На самом Деле Пытайтесь Не Потерять Данный Радар Потому Что Его Не Застелсить Так Так Дела Вообще На самом Деле Такое Начало Подходит И Токсу И Подрывнику Потому Что Практически Одинаково У них Развитие Единственное У полевика О полевике Не буду Сейчас Говорить Я О полевике Сделал Отдельный Видос Так же Как и По всем Другим Генералам Но Всё Схожие Развитие У нас Токс Стелс И Подрыв Вот Так Вот Ребят Всё Очень Просто Я Видос Кто Плохо Играет Заглад Обязательно Пишите Ребят В комментариях Опять же Свои варианты Пишите Что Вы Хотели Увидеть Обязательно Следующим Видосом Выйдет То Что Больше Скажем Оберёт Голосов Что Вы Захотите Увидеть Ребят Не забываем Подписываться Канал Конечно Ставить Лайки Я С вами Не прощаюсь Ждём Новых Видосов